Обводной ролик мы будем использовать фирму GMB GT830 А натяжной ролик будет у нас NSK Он идёт здесь ZA57TV3705B01 Ну да, это он так и идёт Первая буква ZA не пишется в номере Берём пружинку ЗАГАНО ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ролик мы сейчас отталкиваем. И зажимаем его в натянутом виде, а потом когда установим ремень мы его ослабим, затягиваем обводной ролик. Берем ремешок и сразу накидываем по зубу, по которому мы его снимали. Вот как видите, и здесь зуб встал, и здесь зуб встал. Что очень удобно, нам не надо его ловить. А вот теперь мы берем и отпускаем натяжной ролик. Как вы видите, здесь у нас стоит метка. Наши метки, которые мы метили по ремням на шкиву коленвала и на шкиву распредвала, все сходится. Так что сейчас мы немножко проворачиваем вал и уже зажимаем ремешок. Обязательно ставим снизу вот эту шайбу, которая у нас, то есть направляющая для ремня. Здесь направляющая нет, здесь направляющая нет. Направляющая есть только на помпе. Задняя направляющая есть на распредвале. Есть две направляющих на шкиву коленвала. Вот когда начал тянуть, было видно, что ремень натянулся. И пружина выбирает достаточно нагрузку. Если вы начнете новый ремень натягивать сильнее, он загудит. Загудит ролик какой-нибудь обязательно. Будет такой как зум, шум. Поэтому затягиваем в таком положении. Через пробег примерно тысяч 5-8 надо будет открыть крышку. Достаточно открыть верхнюю крышку и еще отрегулировать ремешок. Затягиваем. Все, ремень мы затянули, натянули. Все у нас хорошо. Устанавливаем пластиковые крышки. Сначала устанавливаем нижнюю крышку. Теперь устанавливаем верхнюю крышку. Х technosh promoted на мину, плюс petrol, кормill и лимпы. ТибrabiQUE Чисто switched куском ферной топливым. автомобиль из air. История. И сыр. Использователь. вот этих верхних два болта мы просто наживляем но не затягиваем сверху когда мы раскинем проводку здесь сзади она на проводке есть кронштейны куда вкручиваются вот эти болты и это же держит поэтому затягиваем только нижний протягиваем устанавливаем шкив коленвала и затягиваем его головка на 19 ставим ремень кондиционера генератора и ставим ремень гидроусилителя готова Наживляем и затягиваем Ну что, все поставили, прикрутили Теперь опускаем кузов на двигатель Смотрим, поправляем Троса, проводка, чтобы все это у нас не мешалось Опустил я автомобиль Почистил я маленько щеткой по металлу болты Очень они в коррозии Смазал их литовым И сейчас наживляем балку на лонжерон Так же и здесь я наживил тоже гайку и болт Сейчас наживляем с другой стороны Немножко подтягиваем И уже сможем приподнять автомобиль И убрать вот эти чурки Подвязался снизу Поднимаем Ну что, теперь Собираем здесь Снизу Ставим на место шланги Ставим на место защиты Трубки Прикручиваем гидромуфту Вот наживил болт на гидромуфте Теперь закаленвал потихонечку прокручиваем Затягивать сразу не затягиваем Потому что может немножко не совпасть А последний болт, как правило, потом будете мучиться закручивать А так вот Теперь каждый болт Наживим А потом уже затянем Затягиваем Затягиваем Вот последний шестой болт Его уже можно затягивать Затягиваем Все, затянули все шесть болтов Теперь ставим лючок Вот этот Закрывающий Наш баховик Крепится он Двумя болтиками на М6 Немножко Эта работа неудобная Сейчас еще Два кронштейна Боковых ставить Тоже придется с ними Немножко помучиться Так, подтягиваем болтики Теперь самое неудобное Ставим эти кронштейны Понятно, какие кронштейны Сейчас камеру уберу, чтобы не уронить ее Все, кронштейны оба установил Оба затянул Так, теперь мы устанавливаем Крепление Переднего моста Вот эта сторона Болт Медной смазкой смажу Взял наконец Медную смазку Вот такую Астрахин Медной смазкой Медной смазкой Затягиваем Так, теперь устанавливаем Вместо Кардан И глушитель На глушитель Поменяем прокладку Там кольцо идет Металлоазбистовое Такое вот кольцо Сейчас я его Внутренний наружный диаметр Нового кольца скажу Получается у нас Внутренний диаметр Пятьдесят пять Наружный Шестьдесят восемь Болты советские Гравера на глушитель Не ставятся Но Гайки с пресс-шайбой Не было Поэтому ставлю Гравер Все Глушитель мы соединили Теперь соединяем Наш карданный вал Здесь Были метки По меткам Ага Вот Вот moon Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, наживляем все четыре болта, затягиваем кардан и потом затягиваем подвесной. Так, ну все. Кардан закрутил, подвесной закрутил. Проверяем. Трос переключения передач прикрутил, кронштейн прикрутил, коробку прикрутил. Получается, все разъемы на коробку установил, саму коробку кронштейн с обоих сторон закрутил, подушки на мост прикрутил. Ну, получается, снизу мы, кроме стабилизатора, все собрали. Стабилизатор пока не ставлю, потому что надо будет еще втулки заменить на рычагах, болтаются. Сейчас покажу. Втулки завтра придут и заменю их. Поэтому потом стабилизатор уже поставлю. Сейчас мы опускаем автомобиль. И что там сверху у нас осталось, маленько. Собираем и заводим. Ну что, проводку я прицепил, основную раскинул. Теперь только ставим в патрубки, ставим трос газа, отцепляем вакуумники, которые отцепили. Собираем вакуумники, которые отцепили. Так, ставим патрубок термостата, ой, радиатор и верхний. Отдеваем его здесь на трубу и одеваем на радиатор. Также на место хомуты одеваем. И одеваем наш воздуховод. Восторжение. Восторжение. Затягиваем хомуты. Устанавливаем на место трос газа. Здесь у нас была дополнительная масса прикручена. Подключаем печку по трубке. Смотрим. Вроде бы у нас все стоит, все подключено. Теперь мы ставим нижний патрубок. Он пластиковый, я его открутил, когда генератор снимал, чтобы не отломать. Устанавливаем. Устанавливаем масляный фильтр. Масляный фильтр у нас будет оригинальный. 90-915-10-003. Это еще вот такого исполнения фильтр. Чистый японский. Наливаем в него масло. Масло мы будем использовать 530GM. Резиночка здесь у него идет мазаная. Масло, но все равно я ее помажу. Масло. 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 Фильтр я установил. Заливаем антифриз. Антифриз мы будем использовать красным. Здесь и был красный залитый. Фирму Синтек. Сейчас тихет и заливаем масло. Также мы еще масло в гидроусилитель зальем, потому что мы тоже его слили. Фирму Синтек. Фирму Синтек. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Систему Так Антифриз полный Но еще мы его подольем На чистую И Гидроусилитель я надел Ставим аккумулятор И пробуем заводить Так Аккумулятор установил Пробуем Вроде бы Все подключено Все установлено Все затянуто Спасибо за субтитры DimaTorzok Все заработало Что-то немного потряхивает Спасибо за субтитры DimaTorzok Так Ну что Пусть прогревается У нас получается Вот на спидометре видно 217 тысяч пробег Машина Еще холодная Ну Завели только Сейчас прогреется Посмотрим Ну в принципе Работает Сейчас устойчиво Вначале Что-то потряхивало Ладно Прогреваем Ну все Автомобиль прогрелся Рабочая Температура Обороты Стоят Стабильно Двигатель Работает Мягенько Добавил Маленько Еще Антифриза Радиатор Уже горячий Все Все Теперь проверяем Ну как на динамику Будет Потому что У него Хотя мы уже Ремень-то перекидывали На этом все Двигатель перебрали Всего вам доброго